В зоне АТО за минувшие сутки боевики 63 раза обстреляли позицию наших военных. Семеро получили ранения. А в районе Светлодарской дуги погибли трое украинских бойцов. Ирина Баглай из зоны боевых действий. Все сгорело. Вы видите? Они подпаливают и все горит. Утесом, блин, зажигательным. После многочисленных провокаций с использованием стрелкового оружия, боевики накануне перешли к арт-обстрелам. Крышу нет уже. После тяжелой ночи традиционный обход позиций. Мой обязан, командир, убить всех людей. А где тут безопасно? Покажите мне хоть одну участку тут земли, где тут безопасно? Несколько часов боевики били из минометов, вывели на огневые точки и ствольную артиллерию. Ой, а вчера было очень тяжело. Перешли уже на минометы 82-го, тогда 120-го. А тогда уже, ну, именно по выходу чутно было, что десь, чи с Ясеноватою, чи с Донецка, это уже арта работала, там савушки. Сегодня, пока относительно тихо, боевики возводят новые укрепления. В открытую атаку идти боятся, прорывают подходы к позициям украинских военных, не выходя из своих окопов. На искореженной снарядами промзоне вот такие минуты тишины на вес золота. Поэтому бойцы стараются как можно больше восстановить на разрушенных позициях и даже находят время для вот такого невоенного занятия. Вот с такого одиночного выстрела может, как и накануне, начаться новый вражеский артобстрел. Поэтому, находясь в постоянном напряжении, наши солдаты радуются и тем островкам весны, которые пробиваются среди воронок и разбитого бетона. Ты прожив сегодняшний день, чем-то уже не позитивно. Это сейчас там гражданцы, как говорят, переживают за зарплату, там не имеют что купить, не имеют где прожить, там коммуналка и так далее. А тут прожив солнце, вся и хорошая погода. Чему же не классно, чему не посмехаться от этого хотя бы. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Виктор Реотко. Из Донецкой области. Подробности телеканал Интер.